всех приветствую ребята едем через центр города в сторону торонто видите как разросся сам центр торонто всегда трафик бордюра поставили между направлением давно я сюда не ездил ну как всегда трафик даже трехполосных думаю 2020 года подземной хайвай надземных фильмами миллиарды долларов торонто уже так разросся как нью-йорк знаменитый сентавар вышка высотой 500 553 метра до самой верхушки а там где ресторан 363 до ресторана 363 это до того кольца для экстрима есть вариант выйти там на самый верх привязанными наклониться стоит это вроде бы 350 долларов 180 180 на самый верх на самый верх можешь зайти тебя обвязывает веревками ты идешь по прозрачному этому по кругу и смотришь вниз ну наклоняешься там под градусами еще доделают дорога да еще не еще не это строят строят и строят я приехал в канаду ребята вот этих домов вокруг вообще не было один сентавар было видно и роджер центр ну и там пару таких домиков еще чуть чуть дальше слева вот этого всего не было были там одно производственное типа сюда приплывали корабли сахарный завод или еще что-то и все все дома внутри полный нью-йорк все ты даже приехал вот этих домов не спереди вообще опять мы едем вверху и внизу еще есть четыре полосы то есть хайвай идет наверху шесть полос внизу вроде бы четыре полосы но это не хайвай там дороги то есть мы реально по мосту едем даже слышно переход вот именно с правой стороны вот такие а там уже стоят там видите трубы там спереди вот это все промышленные такой маленький райончик сюда привозили танкеры в борт грузы разрушали даму есть танкера есть лайк антарио там такие танкеры с большие приплывают с америки ну что тут через онтарио уже америка и и и и этого дома не было тоже с левой стороны еще дальше и строят и строят и строят гранту но за последних 15 лет 3 раза населения если это было где то 2 миллиона осталось 6 а то и целых 7 миллионов вы можете представить сколько машин как минимум 5-6 миллионов машин да о машинах михаил взяев с этого спинера выставил неприятность у друга конечно всех за руль только не купив машину лучше купить миша прав жигуля и покататься на жигулю где-то год-два а потом уже вы думаете более приличную машину то есть experience должен быть и в каждом городе конечно и в каждом районе свой выбор машина миша там еще зависит многое от где ты будешь работать какие объекты ты берешь там микроавтобус нужен большая машина средняя машина куда ты ставишь машиной если подземный паркинг соответственно микроавтобус уже не влезет высоту машины надо продумывать до конца и тот же даже страховка машины можно взять одну машину но золотую средину выбрать машина не только возила там материал твою жопу соответственно я работала сто процентов на тебя и можно было съездить на отдых например на ту же рыбалку на север канады или ну если например живешь в таком районе где можно съездить на охоту соответственно выбрать машину и на охоту съездить трог анжелика тоже такое не влезет вот этот микроавтобус он уже подземный не влезет а проблемы с парковкой это капец например больших городах это проблемы большие то есть еще надо выбирать машину так средне можно взять вот такой дочь семейный тоже хорошая машина в принципе она в америке недорогая это тысяч 20 стоит 27 это с полным наворотом вот такой доджик там еще нарисована куча детей то есть там 8 8 8 местная да да вроде бы 8 место не сзади раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь точно как у меня не мне 7 на штамбар стоит 7 местных тоже загрузил детей все вперед на отдых где взять восемь детей ну всем детям разные бывают ну или взял там двое детей взрослых а сзади загрузил палатки там еще что-то на природу съездит тоже то есть смысл в том что еще надо брать машину чтобы она не ломалась потому что например я не знаю как сейчас обслуживание россии в украине как дорого стоит но здесь здесь один час мастера стоит 70 долларов то есть если ты подъезжаешь машину забирает он считает запчасть плюс 50-70 долларов в час это трудозатрата то есть здесь мастер получает 70 долларов в час этот это точно и вот взять того же доджа американцы он ломается ребята говорили что в год по 10 раз к мастеру есть то есть если ты взял такую машину и постоянно будешь ездить мастеру терять свое время терять деньги терять 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 и ты если взять машину honda pilot тот же самый 8 метров ты возьмешь чуть дороже за 35 тысяч однолетнюю однолетнюю машина я двухлетнюю взял анжелика за за 24 тогда там плюс такси плюс это 24 пускай 27 двухлетняя с пробегом 70000 но ты к мастеру не будешь ездить я на хонде пилот проездил 8 лет без капт ремонта то есть я только менял поменял диски роторные диски даже не менял то есть менял только колодки заливал бензин менял масло все для меня мастера не существовало то есть за эти года за восемь лет то что ты теряешь время и ездишь мастер обслуживаешь машину можно взять нормальную машину но сэкономим время и нервы и деньги и все остальное но это если есть деньги конечно брать машину здесь можно взять в кредит и под малый процент а то и без процентов как ростик взял машину от новенькую машину взял zero процент то есть ты подъезжаешь дилеру берешь тойоту тундру тебя дают на выплату на шесть лет ты спокойно и и выплачиваешь за шесть лет или берешь в аренду в лиз то есть ты берешь машину отъездил шесть лет приехал отдал машину все взял опять новые и катаешься себя вариантов много и для каждой страны для каждого района человек выбирает для себя машину для работы и миша прав понты уже давно закончились 90-х годов понты бмw ferrari и так дальше это уже если у него есть деньги купить две машины ну у тянны бока есть деньги почти два муж две машины и кататься сразу но тут нету думаешь то есть люди покупают конечно миллионеры но это процент один население остальные все ты видела смотри сколько машин каждый катается им пофиг ударил не ударил здесь машину оставил на стоянке пришел царапнули побили там никто не смотрит на это конечно обидно до новую купишь и тут же прикручиваешь номер как я да и сосед задом дал и сразу в бампер ба приключения я вот эту машину купил только приехал домой задний номерок прикручивая сзади сижу слышу машина так бах на меня подхожу машину смотрю сосед задом давал прямо бампер бампер царапина здрасте машина приехала проехала всего каких-то 30 километров уже с царапины бывает нашел вот как-то так что классная дороги да вот такие микроутобусы берут видите сбоку загружают лестницами тоже ему тяжело в даунтауне парковаться то есть центре города ой как тяжело заезжает да ну там есть паркинг специальная как вот наш знакомым за час 14 долларов за один стоянки за не за день 12 есть ну там надо приехать разрузиться все и опять носить проблема дорогих посыпали и полили таким белым раствором солевым многие в гости ездят с нью-йорка спереди то делал тараф нью-йорковские номера ну что до трафика нет что интересно тут уже вот мы его выгоняем то что тащил ну что то наверное быстрее едет ладно ну здесь в канаде например две машины это уже в расходы держать за одну машину ты платишь страховку там 200 долларов за другую 200 долларов 400 долларов это в месяц в месяц 400 долларов а за год пять штук баксов тоже тоже надо в каждом городе каждой стране надо выбирать по нуждам машин вот как дед взял для рыбалки жигуля нормально все загрузил бабку и вперед рада кумску мой сзади уже друг у друга на коленях сидят тренинг лежат да ребята обратите внимание сбоку вот эти высоковольтные вот этот бугорок если чуть чуть видно да сколько там вот этих бурундуков нет не брундук а как это называется которая поднимается такие маленькие суслики а выходит из земли с утра и все вот здесь выстраиваться на этом бугорке и смотрят на хайвай на автомобиле рассматривает машины на какой покататься там вообще прикол вот здесь то же самое целая куча не живут в средине там наверное тепло вот поднимаются и так рассматривает классно и не но Субтитры сделал DimaTorzok